Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 10 июля. Сегодня я хочу рассказать вам про очередные три сорта томата новинки 2023 года. Это уже не скороспелые, не раннеспелые. Это такие крупноплодные, среднеспелые сорта, которые преимущественно использовать нужно, конечно, для употребления в свежем виде и для салатов. Вот здесь у меня сейчас лежат три сорта. Домашнее обычае сердце тети Катику, Алма-Атинский триколор и Король Сибири. Ну вот, один из трех сортов, который Король Сибири, я начну с него, потому что с ним у меня проблемы. Он немножко не соответствует тому описанию. Ну, короче, вырос не такой, какой должен быть. Мы сейчас с вами разберем, пересорт это или нет. И хочу начать именно с него, потому что он очень обидно, что этот сорт показал самую высокую урожайность теплицы. Я еще давно говорила во время первых обзоров, когда только-только завязывались в холодных и жарких неблагоприятных условиях, он завязался лучше всех, вот вообще без пропусков. Весь увешан помидорами, но получилась с ним вот такая неприятность, что он у меня под сомнением. Сейчас разберем его в первую очередь. Каждый год я добавляю в свою коллекцию несколько сортов сибирской селекции. Обычно все прекрасно всегда получается, но вот этот вот Король Сибири, бьюсь с ним уже второй год. Сейчас расскажу вам предысторию. В прошлом году, первый раз, я семена Короля Сибири посеяла. Поспел прям очень рано, как и в этом году в первую очередь. Но получились плоды ровно вот такие же, ровно вот такие же. И я засомневалась, я даже не стала вносить его в каталог, потому что, ну, было написано, что сердцевидный 300-500 граммов, а у меня не очень сердцевидный, вроде как перцевидный. Не стала вносить в каталог, оставила. Думаю, на следующий год куплю в другом месте семена, посажу еще раз. В этом году купила семена в другом месте, посеяла. И, о чудо, выросли точно такие же растения. Также поспели прям в первую очередь, рано начали спеть. И такие же, не очень сердцевидные, как, ну, их можно назвать вытянуты сердцевидные, но не сердцевидные. И вот тут сомнение мое укрепилось еще больше, что, ну, Король Сибири это или не Король Сибири? Ну, как это, второй раз одно и то же. Я решила побольше поинтересоваться этим сортом в интернете. И очень удивилась. Оказывается, многие люди выращивают томат под названием Король Сибири именно такой, как у меня вот этот. А другие люди выращивают другой. И оказалось, что два Короля Сибири, потом я еще узнала, что он даже еще не внесен в Госреестр. То есть, нигде законодательно точных характеристик за ним не закреплено. Вот давайте я вам покажу, какие Короли Сибири гуляют по России у нас. Когда у меня возникают сомнения, я почти всегда иду в интернете, рассматриваю картинки. Какие же плоды у людей получаются? Вот видите, Король Сибири. Вот этот плод, вот прям точно как у меня. Потом смотрю дальше. Так. Вот Король Сибири. Хотя написано, что он должен быть желтый. И зрители мне тоже написали, что он должен быть желтый. Видите, вот Король Сибири тоже очень похож на мой и оранжевого цвета. Но тут же есть Король Сибири вот такой и желтого цвета. Очень сложно, когда действительно томат не внесен в Госреестр, а вот Король Сибири вот тот, который, как я ожидала, как я думала, что такой должен быть. Есть вообще вот лимонного цвета Король Сибири. Это вот совсем другой. Совсем не похож на мой. Итак, я сидела очень долго, рассматривала всех Королей Сибири. И оказалось, что от такого, от лимонно-желтого Короля Сибири сердцевидного до оранжевого, вот такого вот вытянутого сердцевидного, разные Короли Сибири, с чем это связано? Ой, ну это уже, это нет, это уже не Король Сибири. Извиняюсь, перелезла не туда. Ну это уже все. Ну вот, короче, оказалось, что Короли Сибири очень разные. Сначала я решила убрать его из каталога вообще, ну то есть не вносить. Раз он под сомнением, ну думаю, или написать, что Король Сибири сомнительный. Как все мои зрители помнят, наверное, что я когда-то в подарок вложила перец венте и писала, перец венте сомнительный. Но он был просто, это длительное, после длительного хранения, но у всех, однако, взошел. И вот долго думала, что делать с этим Королем Сибири. Но тут перевесило то, что очень урожайный, ну вот уж очень. Кто смотрел видео, что этот томат весь увешан плодами, ну действительно. Я вот в первый раз пошла и почти ведро собрала. Сегодня еще ведро принесла. И еще у него очень много преимуществ. Сейчас расскажу, какие. Вот смотрите, я разрезала мякоть. И по мякоти тут уже видно, что он действительно не желтый, а оранжевый. Мякоть плотная такая. Он будет идеален для хранения. Я специально вот с первой партии, сейчас покажу вам. С первой партии, когда еще первые-первые сорвала, положила, вы сейчас, подождите, положила томат, и он очень долго прохранился. И как раз вот эта вот попка, которая не вянет, а сохнет, это первый признак того, что томаты идеальны для длительного хранения, для вяления, для запекания, для консервирования. Потому что вы знаете, что при длительном хранении у томатов, которые сильно сочные, не с плотной мякотью, у них начинает подтекать. Или попка подтекает, или сами они делаются мягкими и такими, ну, как кашей. Он после хранения, вот он тверденький такой. То есть, ну, это вот все признаки того, что идеален для хранения. И еще сюда добавляется то, что он сладкий. Я вот сегодня разрезала, дегустировала. Но кислинки вообще нет. Опять же, я скажу, сейчас, подождите, прожую. Напомню, что сладость, конечно, зависит и от состава грунта, и от количества солнца, которое получает томат. Но есть томаты, которые в любых условиях, ну, их возьмешь пробовать, они как кисловатые. Вот здесь кислинки нет. Я не скажу, что он прям такой сладкий. Тетя Катика убегает от меня. Не скажешь, что он прям сладкий такой, что вот десертный. Нет. Ладно, тетя Катика лежит там. Он не десертный. Может быть, еще надо было его подержать. Был бы более сладкий. Но вкус такой, приятно сладковатый. Для хранения удобен. Хранится хорошо. Консервировать будет хорошо. Ну и самое главное, решающим фактором, конечно, стала вот эта вот оглушительная урожайность. Которая вообще, ну, затмила все эти недостатки. Так что этот сорт в каталог я внесу. Просто все мои зрители, вот все мои заказчики, а все мои заказчики, они обычно все мои зрители, они должны знать, что это у меня король Сибири сомнительный. Вариант номер два. Вы вот видели, что есть такой крупный, огромный плоды желтые. А этот меньше оранжевый. У меня вот такой. Но урожайность перевысила его, потому что многие уже пишут, ой, что это за сорт, я тоже хочу такой. Пусть он будет даже не стопроцентно подтвержденный король Сибири. Но это вот такой томат, который вырос у меня под именем король Сибири. Я всем сразу честно говорю, что я в нем сомневаюсь, что это стопроцентный. Но будет в каталоге. Семена, как и все семена томатов новинок, будут в конце августа. Выложу. Все смогут увидеть мой новый каталог. Но вот эта вот проблема, это единственная проблема, которая в этом году, неподтвержденный сорт. Остальные сорта все выросли, стопроцентные прям совпадения. Ну то есть то, что нужно. Не было никакого пересорта, это очень хорошо. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. Это вот про тот сорт, с которым у меня небольшие проблемы в этом году. Спасибо.